6 августа. Мы идем со стороны Загорского моря. С той стороны Теварская улица. Там богатые дома, цивильные такие особняки стоят. Вот там вот лавра вдалеке. Ну, отсюда на самом деле можно дойти до нее. Еле-еле видна сквозь заросли борщевика. Тут вообще конкретный борщевик. Он чувствует себя хозяином здесь. Его заросли просто огромные. Я на велике иду. Я заболела, и поэтому мои надежды не оправдались. Я гадала на картах, что ваши планы не состоятся и надежды не сбудутся. И так и получилось. Я заболела, и мои надежды покупаться в Загорском море совсем-совсем не оправдались и не сбудлись. Смотрите, какие тут борщевики вообще. Такая дорога, машины едут. Солнце светит, жарко. Я бы искупалась, если бы была здорова, но я болею. Продается участок среди борщевиков. Смотрите, как круто. Они завоевали всю улицу. Они, короче говоря, забрали себе. Это натуральная улица борщевиков. За ними поле. Ну, лук. Не поле, а лук. То есть поле, на котором ничего не растет, кроме травы. И борщевики, борщевики, борщевики просто. И смотрите, у каждого борщевика есть огромный зонт, полный семян. И эти семена он готов щедро, короче, всыпать на землю, чтобы новые борщевики изобильно выросли. В общем, вот такое дело. Я с великом, я что-то притомилась. Дорога в горку. Я болею, сил у меня так мало. Короче говоря, я еле-еле иду вообще. И тут эти, это борщевиковая улица. Смотрите, даже на поле не выйдешь, потому что все в зарослях борщевика. Он прям как такой, какой-то тоннель. Но это ужасно. Блин, я кашляю. С ним надо что-то делать. Но с ним никто ничего не делает. Потому что многим кажется, что он типа охраняет дачи. Он охраняет их до поры до времени. Потом он их занимает сам. Эти дачи. Тут машина такая цельная паркуется. Тут вообще дома такие недешевые. В общем, этот борщевик, он до поры до времени огораживает и охраняет. А потом сам все и забирает себе под свои растения громадные. Он уже вянет, потому что уже время его прошло. Но он успел вырастить семена. И на следующий год его будет больше. Все больше и больше и больше. Я помню, три или четыре года назад я шла по этой дороге, к тому же Загорскому морю. Гораздо меньше было этого противника. А сейчас его дофига. Тут то и дело ездят машины, но дорога очень плохая. Я даже не рискую тут сесть на велик по такой дороге, чтобы не растрястись. Тут нужен внедорожник. Я не знаю, фу, прям так пахнет. Я не знаю, как тут жить без внедорожника. Машин что-то много. Такие вот дела. Опять у меня что-то с ногой. Разваливаются босоножки очередные от таких дорог. В общем, вот такие вот зарыши борщевиков. Фух, и жара, и знойка с одной стороны. С другой стороны, я боюсь купаться, потому что я боюсь, что всю ночь прошлой я кашляю. И боюсь, что если я еще искупаюсь, то я уже слягу окончательно. Такие вот дела. Хотела рассказать такую историю. Недавно с дядей Русланом мы зашли в пятерочку купить. Ну, что-то поесть. Он там себе купил газировку, мороженое. Я попросила ему купить мне коктейль, страйк, я люблю. Энергетический. Ну, он, в общем, стоит с этими товарами. Выложил на ленту у кассы. Короче, стоит, им это все пробивает, пробивает. А банку, хоп, такая, отложили. И продавщица такая у него спрашивает, говорит. А у вас, говорит, есть 18 лет? Он говорит, ну, есть. А ему, говорит, а покажите паспорт. Он говорит, ну, у меня нет целого паспорта. Я же, говорит, на дачу приехала, там, с паспортом что-то есть. Ездить на дачу. Тут милиции-то нет. Какая тут милиция? Тут один, блин, борщевик растет. Вообще, в помине тут нет никакой милиции. А ему, говорит, нет. Вы, говорит, не выглядите так, как будто вам есть 18. Мы, говорит, вам коктейль алкогольный не продадим. Потому что, говорит, вам нет 18. Блин, я говорю, давайте я тогда куплю. Я говорю, нет, а есть 18. Они такие посмотрели, говорят, ну, да. И мне продали. Мне так обидно стало, значит, дяде Руслану коктейль не продали, потому что ему, типа, нет 18. А я, типа, уже старая, у меня 18 уже есть. И коктейль можно продавать. Походу, реально я выгляжу намного старше дяди Руслана, раз уж, короче, ему не продали коктейль, а мне продали. И мне прям так неловко стало. Я говорю, дядя Руслан, почему ты мне не сказал, что тебе нет 18. Меня же теперь могут посадить из-за тебя. Уже сколько учительниц бедных пострадало из-за секса с учениками. Меня сейчас тоже привлекут. Я говорю, ты должен был мне сказать заранее, что тебе нет 18 лет. Я говорю, должен был предупредить. Я говорю, зачем ты мне брал, что тебе есть 18? Ну, так, конечно, посмеялись и ушли. Ну, какой-то осоточек такой неприятный остался. То есть, походу, я реально... Я не только реально старше него, но я и выгляжу старше него. Вот. Ну, как бы, что есть, то есть. Из песни слов не выкинешь. Так что, хотела вам рассказать такой курьезный случай. Ну, ладно, тут ездят машины. Мне нужно уже собираться силами, идти дальше. Тут особо даже на обочину не зайдешь, потому что на обочине борщевик. Вот. И он тут чувствует себя хозяином жизни. Этот борщевик, это вообще трэш. В общем, на последок я сниму это растение. Вообще исполинское просто. Как я говорю, у него стебли толщиной, как мои руки. У него вот эти зонты огромные. И он беспрерывно растет и размножается. В общем, короче говоря, если срочно не принять какой-то меры к нему, в скором времени тут просто будет уже не пройти и не проехать из-за этого борщевика. Потому что с каждым годом у него становится все больше, больше и больше. Вот. И он появляется вот даже на полях бужениново. Я уже вижу молодые растения. То есть там, где его испокон веков в помине никогда не было, он все равно там появляется. То есть ветер, видимо, приносит семена, и они начинают расти. Вот. Такие вот дела, в общем. Такое вот растение тут растет. Вот. Так вот, в общем, с вами была Марина Морлок. Спасибо, что меня смотрите. Я рада видеть новых подписчиков. Вас уже больше 500, ребят. Я вас поздравляю. Спасибо всем, кто мне пишет комментарии. Тем, кто мне ставит лайки, антилайки. Всем я передаю привет. Желаю удачного лета. И я читаю все комментарии, но я не на все отвечаю. Сейчас пока я в отпуске. Я в основном в своем, конечно, гуляю. Где-то время провожу на улице. Поэтому в меньшей степени я уже смотрю комменты, во-первых. Во-вторых, у меня даже особо нет времени, чтобы постить видео. Потому что я их не обрабатываю. Но все равно, прежде чем их запостить, мне их нужно просмотреть, прослушать, а потом уже разместить. Поэтому видео, может быть, пойдут несколько в разнобой. Я, наверное, сегодня или завтра, в течение нескольких ближайших дней, выложу вот эти последние видосы, чтобы вы были в курсе, что у меня отпуск, я отдыхаю. А потом уже все остальные, там, может быть, более ранние, более, так сказать, старые. В общем, такие вот дела. С вами была Марина Морлок. Спасибо всем за то, что вы меня смотрите. Ребята, я очень рада. Я люблю всех своих подписчиков. Всем счастливо. И всем пока-пока. Желаю удачного лета. Избегайте вот этого растения. Оно вызывает ужасные ожоги. И даже, короче, не сразу. То есть, если сок его попадает на кожу, некоторые думают, о, ну он попал на кожу, я приду домой, смою его и все, нифига. Он все равно как-то впитывается и продолжает действовать в течение нескольких дней. Может вызывать ожоги, даже если вы его смыли. Так что будьте осторожны. Лучше вообще его не трогать. Вот. Вот не подходить, не заходить в эти заросли и вообще просто не касаться. Хотя, конечно, желание касаться очень велико. Вот. Такие вот дела. Ну ладно, спасибо всем. Вот. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем счастливо. Пока-пока. И наслаждайтесь этим летом. Наслаждаться осталось уже недолго. Скоро лето закончится. Субтитры сделал DimaTorzok